Психологическое сопровождение В частности, это фотография моя и моей супруги Тамары Викторовны. Мы с 2004 года работаем со сборными командами порядка около 12 федераций. Последний раз мы готовили к 2012 году команду по боксу в Лондон. Сейчас работаем со сборной по борьбе женская, керлинг и фехтование. Это наши всякие дипломы, патенты. Мы являемся изобретателями в области психологии. У нас свой метод. Мы тоже вам покажем все это. Сейчас хочу вам показать один эксперимент, который мы проводили в сборной команде по боксу. Это олимпийский чемпион по боксу, который стал в Лондоне, Егор Михонцев. То есть мы взяли этого спортсмена, провели ему, первоначальный доктор провел диагностику. И у нас получились следующие результаты. До психологической программы, после психологической программы, а также на сколько процентов улучшились его физиологические показатели. Программа проводилась полчаса. Улучшение показателей от 17 до 51%. То есть если до программы спортсмен анаэробные нагрузки не мог, доктор сказал, что невозможно ему. То после доктор сказал, что через полчаса можно ему давать анаэробные нагрузки. То есть за полчаса от 17 до 51% физиологические показатели психологическими методами. Дальше. Есть такой доктор физиологических наук в Санкт-Петербурге Таймазов. Так вот он проводил исследования и доказал, что максимальная мышечная сила существенно зависит от уровня эмоционального тонуса, мотивационного настроя и их колебания. И только лишь из-за этого можно эту силу либо понизить, либо повысить до 25%. Теперь скажите, сколько вам не хватает процентов силы, чтобы вы выигрывали? Не слышу ответов. 5. 5%. А у вас ресурс какой? 25. И он где, ваш ресурс? В чем? В психологии. В психологии просто. Итак, само психологическое сопровождение. Оно состоит из нескольких этапов. Это психологическая диагностика. Это психологическая коррекция и консультация. Это психологический анализ соревновательной деятельности. И психологическая тренировка по развитию способности побеждать. Важно понимать, что без диагностики мы не понимаем, и вы тоже так же не понимаете, что у вас есть на данный момент. Без психологической коррекции. А что такое психологическая коррекция? Это не значит, что... Ну, есть такое представление, когда мы спрашиваем у спортсменов. Чем занимается психолог? Вот какая ассоциация? А? Да ничем, да? Так, хорошо. Помогает людям. А? Помогает людям. Бабушку переводить через дорогу тоже помогает людям, да? Средоточиться. Средоточиться, да? Колбасу покажи, тоже сосредоточился. Что еще? Чем занимается? Проблема. А? Разбирается его проблемой. Помогает ему встать на нужные получения. Душевые решают лишь душевные проблемы. Пытается. Ну, рефлексей на ситуацию. Так вот, я бы сказал так. Психолог помогает спортсмену раскрыть те его ресурсы, которые спортсмен даже не осознает. То есть, а ресурсы у спортсмена где-то там в нейросетях. Соответственно, нам нужно провести диагностику нейросетей. И мы получаем полную картину, что у тебя в плюсике, что у тебя в минусе. После этого создается карта ресурсного состояния спортсмена. Мы ее покажем. То есть, мы просматриваем психосоматику. Что такое психосоматика? Вот я занимался боксом. Я КМС по боксу. Я тренировал боксу 12 лет. Поэтому, если из бокса ты по мешочку бьешь и немножечко кисть подвихнул, то уже у тебя вот здесь при диагностике будет красненькое. А что такое здесь красное? Это значит, что на бессознательном уровне боюсь бить сильно. А вдруг еще подвихнул. Понимаете? То есть, нагрузку провели на мышцы какие-то. Чересчур много дали нагрузку. Там образовалась нейронная сеть, которая вам потом сигналит постоянно. Аккуратненько, аккуратненько. А то опять будет больно. И вы почему-то сбрасываете нагрузку. Почему-то не выполняете то, что запланировали. Потому что в вашем мозге уже есть нейросеть с негативной информацией. Дальше мы проводим опрос соревновательной деятельности. То есть, человек, спортсмен, нам рассказывает тренировка и так далее. И мы смотрим. Вот красное это то, что дает показания на приборе. А синее это то, что он отвечает сам. Субъективная оценка. Смотрим. Здесь у нас борьба. Броски. Он говорит, я люблю броски выполнять. А мы можем сказать, что у него в мозге нейроны, наоборот, отрицательно заряженные. Чемпионат мира. Я поеду там, я готов. А мы можем сказать, мозг его не готов. То есть, просматривая на приборе психику, либо нейросети спортсмены, мы можем говорить о том, что реально там есть. Это ресурс технических приемов. То есть, спортсмен может описать, что он конкретно делает. И мы можем посмотреть, где у него психика мешает ему, а где нужно техническую сторону поправить. Здесь мы просим спортсмена описать непосредственно место соревновательной деятельности. То есть, здесь у него ковер. И на ковре можно видеть, какие области в психике у него помечены минусом. Ну, допустим, как пример. Вот боксер в центре ринга пропустил удар. Теперь его мозг сигналит. Как только он в центре ринга становится, мозг говорит ему, уходи оттуда. Тут опасно, мы тут получили когда-то. И он начинает занимать позицию по кругу ринга. А по кругу это больше бегать. То есть, наилучшая позиция в центре. То есть, как только вы получили какое-то болезненное, физическое, либо эмоциональное воздействие на себя, все, у вас уже мозг вам мешать начинает. Как только мы выявляем вот эти области, мы можем сделать таким так, чтобы эти области разрядились. Примеры с фехтования. Чтобы вы понимали, да, как это работает. Девочка не может работать в ближней дистанции фехтования. То есть, на дальней она работает, в ближнюю почему-то не получается. И так тренируется, и так тренирует, ничего не выходит. Мы ее берем, проводим ей диагностику, потом проводим коррекцию, и она вспоминает случай попытки изнасилования в лифте в детстве. Лифт – это ближняя дистанция? А следовательно, каждый раз, когда мужчина, либо кто-то подходит к ней, у нее что срабатывает? – Самозащита. Все, да, самозащита, она не может там, да, парализует ее. Как только она это переживает многократно, нейросети изменяются, и мозг разблокируется и дает возможность работать в ближней дистанции. Понятен принцип, да? Диагностику и коррекцию можно проводить дистанционно. То есть, спортсмену дается электрод, он с этим электродиком положил его в сумочку и уезжает там куда-нибудь, да, на соревнования, либо куда он хочет. Он этот электрод потом подключает к компьютеру, выходит в интернет, и мы можем провести ему диагностику и коррекцию, не будучи рядом. То есть, он может где хочет, там и будет. Понятно, да, по дистанционной? Так, третий пункт – это психологический анализ и разбор. Мы со спортсменами и с тренерским составом совместно просматриваем процесс не только тренировки, но и соревнований. И после этого проводим анализ, то есть, где психологический спортсмен что-то не дотягивает. Тренер говорит нам, вот здесь вот, потому что мы же не специалисты, да, такие, чтобы полностью знать технические процессы какого-то вида спорта. И после этого мы создаем программу дополнительную для того, чтобы улучшить это у спортсмена. Психологическая тренировка – это развитие специфических навыков, необходимых для того, чтобы спортсмен эффективно выполнял необходимое задание. Ну и концовка, что для внедрения чего-либо всегда необходимо время, а также необходима потребность в этом. То есть, если потребности нет в чем-то, то и не хочется это внедрять. Соответственно, если вы хотите что-то внедрять из психологии, вам придется выделять на это время, вам придется в это вкладывать какие-то свои ресурсы. Ну и, соответственно, какая цель в спорте высших достижений? Это победа на Олимпийских игр. Если ты побеждаешь Олимпиаду, значит, ты достиг той цели наивысшей, которую вообще в спорте можно достичь. Есть ли вопросы по этой теме? Да, я немного хочу рассказать о мотивации. Здесь мы затронем общие вопросы и один нюансик, но это будет для спортсменов, потому что для тренеров это потом мы отдельно поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok